Тут мне говорят, а почему звук приглушает? А потому что дивное издание ломает мысль. Вы можете понять, как я снимаю. То, что я пишу, это ведь не есть суть. Качество это видео. Поэтому, извините, господа, смотрите видео и постарайтесь услышать. Потому, как правило, интернет-портала говорит об обратном. Здесь любят звук. Так сделайте себе звук и не тракайте мозги людям, смотрящим видео. То есть, пацаны, понять-то надо. По чесноку я использовал то, что вы и не услышите. Гоанские трансмотивы. И там вы их не услышите, если не будете тусить. Но какого-то ляда и здесь стало все нечисто. Теперь тема другая. Да, катались мы на головастиках. К слову, о головастиках американских. Там хоть и есть головастики, но вы сидите за передней осью. Головастики европейские вам не дают покоя. То есть, без прицепа ехать на них странное удовольствие. Вас бросают на каждой кочке. Чем и отличаются америкосы. Там на тягаче ездишь, здесь трясешься. Такое странное ощущение, что европейские головастики могут ехать только с прицепом. А Америка-то круче. И тема, в принципе, очевидна. Если брать холодную Россию. Здесь Америка рулит и зимой. А Европа стоит, ожидая конца гололеда. Но, извините, не каждый может ехать на Америке. Не каждый. Еду-еду на комбайне рядом с передрож. Едем мы, конечно, на комбайне. На очень авторитетном и большом немецком автомобиле. В объемах салона вы можете сами судить. Так, на таком общем плане меня еще никто не снимал. Что за машина? Машина это фирмы MAM. Настоящий мужик. Или MEN. Причем мужик очень мощный. И конкретно такой. 12-литровый двигатель. Выдает на гора 400 лошадиных сил. Здесь настоящие кони. То есть, большие и серьезные лошадки. Которые позволяют этому монстру. Даже с прицепом и снаряженной массой более 40 тонн. Ехать не напрягаясь. Есть все. Перечислим. Это кондиционер. Это все возможные системы. Система автономной смазки. Ну, для тех, кто ездил на Камазах, наверное, помнит. Сцепку приходилось довольно часто смазывать. Здесь не надо ничего делать. Машина сама думает за вас. Есть здесь кое-что и чего нету в большинстве наших отличных водолюков. Ну, потому что просто невозможно, чтобы это там было. Кондиционер. Электроподогрев сиденья. Для чего эта машина? Вообще, когда покупаешь автомобиль, ну, имеется в виду легковой, вы заранее можете попрощаться с своими деньгами. Как бы вы не любили свой авто, но машина легковая. Если вы это не такте, вещь невыгодная. Она выгодная, конечно, комфортом. Здесь есть все. И комфорт, и кроме всего прочего. Между прочим, вы зарабатываете бабки. Машина окупаемая, потому что грузовая. Есть здесь круиз-контроль. Вот мы сейчас едем на восьмой передаче. Можно газ не нажимать. То есть, достаточно установить. И все. Про педаль газа мы забыли. Грузовик МАН – это настоящий шедевр грузового автомобилестроения. Он универсален. И как нельзя кстати, подходит для среднего предприятия. Новый МАЗ стоит примерно таких же денег. Но качество и надежность не идут ни в какие сравнения. Разве можно было еще 10 лет назад думать, что дальнебойщик может ехать в тапочках с кондиционером? Нет. А сегодня – пожалуйста. Этим грузовиком можно таскать и цистерны, и пуры, и холодильники. Универсальное сцепное устройство и лифты позволяют этому тягачу делать, если не все, то многое. А это гордость МАНа. Топливный пак емкостью 600 литров. Одна заправка, и можно ехать до Москвы без остановок. А почему нас немножко покачивает? Дело в том, что этот седельный тягач, и пока у нас сзади нету буры, а я бы, честно говоря, не рискнул бы с бурой мотаться, вот такие небольшие покачивания существуют. Но все равно машина достаточно мягкая и плавная переносит. Почему мягкая? Потому что задний элемент подвески, а она в исключительном идеальном состоянии, она новая, она пневматическая. Спереди, правда, нет, но тем не менее. Едем мы 85 километров в час. На машине стоит именно такой ограничитель. Я бы не стал на больших агрегатах гонять. Смысла нет. Едешь не спеша, и с каждым километром у тебя прибавляется в кармане. Денежек, разумеется. Как мы уже сказали, машина для зарабатывания денег, а не для просто катания. Хотя на таких машинах катаются достаточно быстро. Они участвуют в кольцевых автогонках. Редактор субтитров А.Семкин